Отлично ромбит, отлично перемещаются, пока все действительно получается хорошо. Ну и видим, что у кор-героев хорошие показатели на Творс, то есть очевидно, что у Тим Ликвид на старте возникли какие-то проблемы. Смущает, конечно, несколько вот то, что Джаггернад остается на фрифарме сейчас, то есть он будет получать много денег. Но, тем не менее, компенсацию хорошую получает Flipside Tactics за это. Просветили теперь о нем Куроки, пытаются его взять, Куроки. Надо как-то убежать, да, и вот за время действия Даст они погибли, но Старштором залетают очень болезненно, это пятый килл для Flipside Tactics. Вот все получается, отлично играет Роджер сейчас. Просто везде успевает, везде помогает своей команде. Замечательно, снизу все время атака от майн-контрола. Идет до конца за ванскором, стакается кулл-спрей, подтягивается тизером, ванскор, иллюминает спину получает, касается его краешком, ну и взрывает присталбэк этого виспо. Используя очередной гулл-спрей, 4-туру не прокачки, дэмэдж действительно хватило. Первый фраг для Тим Ликвид. Ну вот. Немного начинают раскачиваться эти ребята. Сначала выдалось явно тяжелым. Сначала выдалось тяжелым. Ну, первый фраг сделан, уже, конечно, что он делал лично виспе, который там, в принципе, ничем не плещет, ни нетворцем, ни левелом. Ну, хотя бы так, потом убивают. Но, правда, под бульфюре там в когах очень неприятно. Еще и мне слэш, есть успеет ли дать? Не успевает он мне слэш дать. Разменял, конечно, себя в спирит, но. Буквально ему доли секунды не хватило бы, чтобы просто раскастовать свой ультимейт. Возможно, еще по ручку фрагу он получил. Седым тире не пошла погоня. Бульба вместе с майн-контролом ускоряются. Сил света атакуют. И... Седого здесь опускают. Монолик, конечно. Монолик был вкачан на бульбу, то есть вопреки. Ну, кстати, там к уроке рядышком, так что вот уже пословили. А Гу пока не качество, что, похоже, снова у нас будет сюда вступать. Хотя бодиблог отличный и все же пострял сюда здесь. Дос, зелентайт, эллюминейт. Да, тут даже тизер от виспапка не спасает. Просто не успел за хельт. Терри рот, но также подставляется. Камень очередной. Тут же есть монлайт-шадо. Пытаются спрятать своих тиммейтов Мирана. Размен получается в баунти-хантера. Пока, но остается лоу-хпшный майн-контрол и бульба. Правда, здесь уже и Миракл, так что может быть очень опасно. Есть ли смысл? Крейзи идет дальше. Начинает Миракл пробивать просто ванскор. Трака делится на две части. Погиб уже присталбэк. Миракл спокойно выбирает виспапка. Что дальше? Бульба. Залетает Эрроу. Бульба. Бульба не уворачивается от Эрроу. Да ладно. И пытается Миракл накрыть и клипс без крэйзи. Его забрать. Дэмэджа не хватило, что он ныряет своим хукшотом. Прячет хоги, потягивается седой. И это тоже минус. Как-то, конечно, было странненько. В этом файте были ошибки, допущенные у нас коллективами. Да, я перечискал, выстрелал странно. АР улетел там вообще так как бы не через лес, а просто по прямой траектории. И как-то не вернулся он до онки. Странно. И в итоге у нас файт получился 3 в 4. Вот такой вот прям жесткий махач. Да, жестко, конечно. Тим Ликвит, ну, несколько обнаглели, можно сказать, о том, что они зашли прям под Тир-2 на 10-й минуте. Но это нужно было сделать. Ну да, кстати, тут неплохо так разогнался, я смотрю, шачло. Он решил себе ходить далее не в лейдмейл, а в форстап. То есть он решил закрывать и с когов убираться что-то. Выливали дэмэдж, как-то, его рейнджовые тиммейты. Потому что мы видели врыв, что-то сверху еще закатывалось туда земель, когда джаггер просто раскручивается. И там было очень больно этим товарищам. Так что, в принципе, форстап, выбор хороший. Так, все, я тут проконтролировал. Мы действительно переехали уже на другой канал. Так что зрителям, которые пришли на RUHUB.DOTAPIT, всем большой привет. Там в чатике поскидывайте ссылку тем, кто остался на прошлом канале. Можно даже, наверное, поставить какой-то хост. Так будет поправеннее. Сейчас я не займусь тут даже. Быстро, быстро, быстро. Отлично. Все, должно работать. Кстати, я тут так очень плотно просел по NetWars у Miracle. У него всего 3600. Это пятый NetWars на карте. И, как бы, он наравне с дрог, которая была в Hard Day. Как бы, это совсем слабо. Как для Miracle 2. Напрягали довольно серьезно, конечно. Я распилит практически с центральной линии первых 10 минут вообще не уходил. То есть, кустая напрягал от World Devour. Две смерти, видимо, вот это никуда, конечно, не годится. Не такого бы ожидал, очевидно, Miracle со своей мид-линией. Но ничего не поделать. Придется в такой ситуации как-то разбираться. С неудиванием у нас, похоже, будет какой-то экшен. Потому что Mind Control начинает выгрызаться в OneScore. Подтягивается к уроке, находится Седова. Есть уже трек, трек повешивается на Седова. Mind Control, конечно, идет прям по тавру. Седова пытается встретить. Вызывает иллюзии даже. Это довольно серьезно мешает. Но вот Light Shadow Admirane. Crazy пытается таким образом помочь. Тут же подтягивается Kotel, бапает Mind Control. Неплохой, Росперед отправили в таверну. Mind Control, скорее всего, не выйдет, чтобы просто погибать. Bull to Power продолжает драться. Эклипсы у него нет. Ну и 2 в 3 пока. Очень неплохо играет в шачлог. Как раз варил трех героев. Ну и пытается меркаться. Для Клакверка это жестко. Даже очень жестко. Погоня продолжается. Здесь Крейс сейчас может выпустить Arrow. Arrow залетает Miracle. Отлично, страйфанулся. Не подставилась под эту стрелу. Нужно уходить. Трелоккей, трелоккей пошел уже. Ну и Miracle, старшторм получает тычки последней в спину. Еще и ракетка. Шачло. Если бы немного пораньше сделать фраг, был бы ультракил, но так бы 713. Шла красотчика. У него есть уже форс, он купился браться ворта, что в принципе и до Blade Mellots недалеко. И как бы Клаквер, который имеет 5-300 нетворса. Это как-то перебор. Что-то то, что как бы там ворачивали не падали. А тут как бы хуже данки сильные. У флипсайда, потому что в теории Клаквер может быть такой вот прям десятка нетворса с преимуществом в тысячи 3-4. И загони он там быстрым. Так что Шачлоу здесь решает пока в этой игре. Очень хорош, очень хорош. Ну мы знаем, что Шачлоу, у него есть несколько таких сигнатурных персонажей, которые может быть не совсем метовые на данный момент, но тем не менее на них отыгрывает круто. Это конечно же Акс в первую очередь. Ну видим, что Клаквер, вот прям он до персонажа чувствует очень хорошо играть. Мы видим, что действительно уже ранний Форстав появляется Бродсворд, будет выход в Блейдмейл. Ну 5-400 нетворса, больше чем у кого-либо на этой карте. Но пока он молодец. Надо только понимать, что вот такие размены, они в скором будущем будут невыгодны для флипсайда тактикс, потому что начинают уже куроки активно использовать свои треки. Сто по треками команда будет зарабатывать больше, даже если размениваться, ну быть так, как количество героев. Это нужно учитывать. Под смаками сейчас заходит Тим Ликвид, попытается таким образом закомбечить. Интересно, выход тут еще и рекал от Котлата, что оказывается... Ванскор, потер 1 тавер, залетает майндконтрол, есть Гун, астакивает свои кулспреи. Ванскор пытается спасти своего тиммейта, сзади на разворотчик, куда-то под заметить противник, ставится хилингвард, минус 1 уже сделает, конечно, по трекам сюда и уходит. Роджер камнем попадает в Котлай, залетает шачно по двоим, отличный. Хукшот тут же еще и миры клоун подцепил, 1 в 2 размен уже подцепили майндконтрол, то сделал Роджер, погнотаясь на него, ракетка сверху, майндконтрол, стики еще имеется, 15 штук, есть ТП, кто же его отпустит-то? Там есть кому сбивать эти самые ТП, майндконтрол пытается играться, увести на себя противника, максимальное количество времени выиграть, может быть и закупиться даже, там скупается на полную, и в итоге отдается. Ну и дабл. Шачно-таких не отпускает, Шачно-таких не отпускает и, в принципе, наказан за агрессию, потому что заходить вот прям, ну, вернее, не около, а между Т2-вышкой, и там уже сразу почти около Т2-вышки, когда она там уже дэмэдж вносит, это было, ну, слишком уж нагло от Liquid на то, что, как бы, да, у вас есть тот суперсонаж, у вас есть Bristol-Bank там с Vanguard, в принципе, Jagger, War там и поставил, и подкил бы неплохо, но все равно вы, как бы, сейчас находитесь в позиции остающих, а вы так глубоко заходите. Как будто у вас преимущество под тысяч в пять, и вы просто жиром давите. Вот смотрите, тут, казалось бы, 17-8 счет, очевидно, доминация от Flipside Tactics, очевидно только то, что они выигрывают файт за файтом, но преимущество всего лишь две тысячи голды. То есть, опять же, Bounty Hunter вот своими треками очень многое делает. Это нужно учитывать. По экспертам, конечно, там чуть больше, это понятно. Залетает стрела, хук-шот, все это вместе залетает, джекернаут, джекернаут, Килингвард, стой Килингвард, нужно разрушить плейд фьюри, джекернаут, туда спастись будет. Нереально тяжело, опять же, загловато сыграл немного Матубо Мэн, ушел в чужой лес, фармить там, где был Вижен, где стоят хорошие варды, отлицать тактикс. Просто на этом варде и убили. Ну, еще и тут просвечивают. Скан, Крейзи, не попадает стрелой, находит майнд-контрол, майнд-контрол, нужно отступать, хук-шот еще по идее не должен откатиться в шачло. Да, еще порядка 15 секунд. Он, увы, еще безогонима, но скоро будет с такими-то темпами. Ну и пошли треки. Развешивает к уроке, дает Вижен, дает информацию, видимо, уже стали сплоченнее действовать в Team Liquid, собирается возле Тир-1, чуть ли не полным составом, тоже самое демонстрирует нам и флипсайт тактикс. Крейзи, кстати говоря, вот, уже совсем скоро купит себе Аганим. Осталось не так много, 700 голды всего лишь. 6-0-10 играет, Крейзи, на секундочку. Ну, знаешь, смотри, у нас тут как бы из пар мячих героев находится на последнем месте Миракл, у которого Нетвордс выше лишь, чем у Виспа. Ну, то есть, он находится между Виспом и Джаггернаутом, это вообще печаль беда. Хотя у Джаггера как бы не все хорошо. 5-100. В принципе, на линии у него была, как бы, ситуация не такая прям сложная, но вот эти смерти, которые были там за Гресика подловили, сказались на нем. Мы видим, что Кор Героев действительно огромное количество смертей. То есть, у Миракл 4, у Майнд Контролы 4. Ну, Крокет, понятно, ладно, там, Суппорт его, Роджер, выбивал и летел по всей карте. Потом Бомена 3 смерти тоже очень-очень много. С другой стороны, понимаешь, что, например, отдавшись Крейзи один раз, он даст там чуть ли не две тысячи голды противнику сразу. То есть, вот эти стрики, они могут стать ну, такой серьезной ножей, который нужно будет перетерпеть просто Крейзи. Главное не попадаться. Сейчас летает стрела, никого не попадает. Тактино пытаются подпушивать Tower Flipside Tactics. Есть Глифф Кши. Будет ли попытка подрата вторных землик заходит в нас в те времена Майнд Контрол? На Крейзи треке развешиваются. Крейзи. Старшторм путают по трем героям. Камень на развороте. Ну, и отступают пока Flipside Tactics. Во второй волной может Шачло сейчас выступить, контриницировать, попытаться, может быть, самим навязать драку. Здесь практически все персонажи, что присутствуют в игре, собрались. Видимо, драки не будет, ибо уходит Седой на топ вообще. Но у него есть ТП-шка в случае чего. Есть определенные проблемы, конечно, в драфте у Тим Лик, в том плане, что некому инициировать вообще. То есть, один кем-то астрал, можно пытаться зацепить. Больше ни каких-то конкретных станов, ни дизейблов, ни героев, которые могут быстро сократить. Дистанцию-то противник очень тяжело таким пиком начинать икру. Начинает Седратор. Ну да, возможно, не хотели вот так вот своего присла раскачать, и просто вот он шел бы там, ну там уже с ВГшкой, с Мейкой, и просто давил бы. Не получилось это сделать. Все-таки оставили там уже 1-1 против Вакверка, а Вакверк все-таки против Миличника, 1-1 силен. Энске удалось забрать Тирадин Тауэр Флипсайд Тактикс. Еще больше денег зарабатывается. Это хорошо, это для суппортов голды нужно, потому что вот у Земели как бы, ну, не очень ситуация. Он последний по Нетворсам, то есть, 1800 у него даже арканы не куплены, а у Висба, вот, он еле-еле себе доформил урну. То есть, тут нужно бы для суппортов, динжат заработать, а это сам просто вариатор, слушать, для ВТ-1. Таким пиком действительно можно этого раз носить, вот у Троу Рейнджа пассивка уже 4 вкачан, то есть, просиж, даже это не пассивка, даже активка, просиж на ура, и вторую тут, тому же самому Крейз, например, огромное количество урона. У него уже сейчас под 200 демеджи с руки, то есть на 19-й минуте, то есть у него хороший баланс, получается магического физического урона, теряю Шачло, куроки подсветили, Шачло его находит на развороте треки, тут же прячет от Волт Деваур, хороший Блотник Лайф, между прочим, Шачло без МП оставляет, пытается спасти, и Баунти Хантер его сдувают, что дальше? Майн-Контрол идет до конца, Шачло на развороте, Кукшот неплохой, Когомер сталкивает двух героев, магнатайз по Мирку, Миркул страдает, он погибает, проиграет в ставерну, Майн-Контрол остался один, Гастом его отталкивает от себя Седой, расстреливает спину, отпустили Майн-Контрол, вернитесь, добейте его, там Минусер в Спирит, Майн-Контрол, все пытается убегать, уворачивается от Эрро, отбивается Ботлом, есть у него Миканзу, но в стэше Миканзу, сейчас бы он очень пригодился, ракетка в спину, хватит ли демо, чтобы его забрать, хватит ли ресурса, чтобы настигнуть, этого Майн-Контрол отступающего, ускоряется Крейзи, там пять секундов осталось, что не должны отпускать уже никак, последний от Крейзи, да, изверст, Асмирана, драга чернавида, у нас уже Крейзи, весьма неплохо, учитывая то, что как в Миду его, БХ там под напряг, вначале очень жестко, то есть там он себе Сальву ввез поначалу, две привозил, а в трех уже у него 8, 0,11, и топовый нетвор, 9,500, так что в принципе, Куроки сделал все, что мог, но, как мы видим, Крейзи с этого выбрался, от напряженного старта. Ну вот он же Кернаут, мотобэмэн смещается вниз, тут же у нас Куроки, ставится сэнтри, Крейр Роджер, только-только поставил центри, но Куроки он заметит пока не мог, Куроки грамотно выбрался из радиуса действия до самого центри, и сейчас может подставить шагу его видит прекрасно, залетают хукшот, отлично, шагу прочувствовал Куроки, тут же просветили, конечно, и через этот импульс, Вард был проставлен, а вообще Вард, они, ну, знаешь, здесь Вард и потому, что не просто так бы хатом оказался, именно, именно, и Вард можно будет сказать, ошибается очередной раз Куроки, хотя тут даже не то, чтобы ошибается сам Куроки, Куроки-то, в принципе, играл стандарт, он ставил агрессивные Варды, они нужны для того, чтобы гангать, но вот просто очень хорошо играет, пока Шачло, он действительно чувствует противника. У него левел маленький, у него левел всего седьмой, то есть у него первого уровня инвиз, то есть он Вард поставил, но пытался как раз таки отступить, но из-за того, что кулдал слишком большой на первом левеле, он не успел снова уйти в инвиз и скрыться. Ну там в центре стоял, по центре просто элементарно было видно. Да, не смогу наступить. Так, ну и ставится пауза. Пауза, пауза ставит Юджикер наут, снова проблему у темникает, ну вообще да, у них очевидно есть проблемы, проблемы большие, вот теперь уже точно об этом можно сказать, потому что 21 минуты они уже 5000 как везут. И по экспириенции 7500 не проигрывают так же противнику. Как комбэчится в этой игре, хорошая, не совсем понятно. Петняжка котел. Она залетает на брикдагере Старшторм, в Бульбу, отличнейший минусы на Липе обратно. Ну, Крейзи просто в соло сейчас разорвал эту Бульбу. Вообще не почувствовал, красавчик, отлично исполнено. Да, вот годлайк уже есть, неплохо. Все, что нужно сейчас в липсайт тактикс, просто сыграть аккуратно, то есть снести Тирадин Тавр снизу, завардить, забрать Рошана, взять Аекис и в пятером, так же как они выносили от Дефином, попытаться вынести обликнуть в первой карте. Они сейчас очень близки к тому, чтобы первую карту взять. Нужно только не отпускать. Мы знаем прекрасно, что камбэк-система, она работает в Доте замечательно. Механика позволяет переворачивать и не такие игры. Плюс ко всему еще имеется Баунти Хантер. То есть здесь есть все для того, чтобы перевернуть игру. Если вдруг в флипсайле допустят ошибку. Хотя, конечно, представить это пока очень сложно, тем более с таким геймплеем, который показывает Флипсайл. Роджер он там пробрался. Хибарк поставил, получает Батик Лайт, Монолик сверху, Майн Контрол, Роджер попытается люти магната из даун перед своей, конечно же, смертью, не смертью, нет, не смертью, Ванскор, Релокейт. Ну да, Ванскор тут знает, где находится, его пингуют. Подсейвить смогут Лин, ну, вряд ли, очень вряд ли. Хотя, хотя я нет. Ивизор, ношачло, и лететь, лететь подальше от противника, и опять нечем доставать, нечем сокращать дистанцию в Дим Ликвид. В них прям из-под носа уходят герои, и они с этим ничего не могут поделать. Ни одного нормального стана, ничего не. Кошмар, просто какая же шесть. Беда. Нет ни врыва, нет контроля. Майн Контрол пришел, троих встречает, получает газ, еще газ достает от Вол Деваура. Ну и же, неужели просто так возьмут и убивают, да, убивают присталбеку, он даже меку не нажал. Дальше хукшот пошел на Миракл, и вот так же пробивают, нужно уходить. Просто жесть, там еще, ты погиб в уроке. Развалили персонажем. Ну и вышка сейчас пойдет, там, принципе, 20 кп осталось, и вот, минус tower, минус 2, отлично сыграно. Всего один, где-то вор остался у команды Ликвид, и, в принципе, Рошан, хайграунд, и все. Или даже сейчас зайти попробовать, можно там, даже по-дамажеру, пока 20 секунд в фулдауне. Такой смысл бэк, но все-таки против котла заходить сложно. Вот нужно прямо цеплять через хукшот, а уже потом уши, потому что эти задумки в лицо, это очень неприятно. Вот с драга лэндс, чуть сюда я, конечно, попытался пробить R3 tower, буквально одну тычку успели нанести. На этом все, пусть прекратился. Против пятерки дружный темликвит, все равно, как граунд подниматься сложно, как ни крути. Действительно, стоит пока отступить, стоит подумать о том, чтобы зайти на Рошана, взять Айгис, потом переместить на линию нижнюю, и там забрать R2, ну и уже после, после, может быть, хорошего файта на нейтральной территории уже подниматься на себя. Как бы там ни было, сейчас у флипсайдов есть тысяча и один способ, как выиграть эту карту, довести ее до ума в свою пользу. Но вот у темликвит вариантов для побед достается не так много. Нужно какие-то качественные, конкретные решения, чтобы эту игру перевернуть. Ну вот, возможно, одно из таких решений это пробег под дымом. Покупает себе смок сейчас Keeper of Slide. Главное, чтобы до этого, до активации смока никто не погиб, потому что Crazy уже начинает отдавать свой Arrow. Матумба Мэнт впитал в себя эту Arrow имея в эфире. Активирую, точнее. Что там у Миракла? У Миракла Ставт тут только Форставт появляется. 24-ая минута Смита после трамвы Пэндженс. 1-5-2. Отвратительный результат, конечно. Ну и Манта Стайл только имеет Матумба Мэнт. Да, маловато будет. Ну, все-таки решили здесь кто-то подловить и подловили в итоге Жиггернаута. Ну, Матумба подставился, останусь в лицо, стрела в лицо, просто встань и постоял. Symphony of Skills в исполнении Flipside Tactics из Disable просто не выпустили. Хукшотом начиная, заканчивали стрелой без шансов на спасение. Как ли? Я не знаю, если бы только от World War был рядом, ну, конечно, сейвить. Ну, да, далековато, далековато. ОД решет себе Форс вывез. У Миракла тут, конечно, ситуация крайне плачевная. 6-ой Митпо Нетворс. ОД пошел на OneScore, Рафсол его разваливает. Три утара с Акенуар подальше Монлайт Шаду и добивает Миракл делает соло-килл. По трекам, кстати, варокроки был рядом. Там теория не подцепили. Бестолбек успел на этот раз заюзать с Меканзом, но в спину залетает Эрроу. И растоптали. Да, если пристал, это бывает кошмар. Правда, там отъехал у нас еще и Клокверк. Это, так понимаю, киперов зла, тереминный, там задолкок шостко. Ну, так, за клоккатом должно было быть очень много голды. Хотя, в самом деле, не так много и пишут нам по 3 капли. Ну, да, все-таки там вы убили, так, знаешь, большой рейнджи, то есть не насыпало там за ассист, не было трека, так что, в принципе, такая смерть не страшно. Если бы там прям в полусражении, когда там все оппоненты были живут, то да, там на цикл обои очень много. А так, в принципе, можно и фигануть, не страшно. Ну, товар упал уже, там, со секреты не потрачен, так что, в принципе, вот, без тавара, при том, что вы играете через виспа, можно вот и здесь запушить, и Рошана забрать, и, в принципе, там, при возможности и на топ с миссией ракета и уже сторону забрать. Выбирать себе новые артефакты Flipside Tactics, но манта ставил, мы, видимо, седово, Доминатор, Драгоннетс, набор айтемов, действительно, шикарно подобран. Я там видел, что и Убберрана огромное количество денег, приобретает себе Голос Кептор, в Азерилблейд, можно спокойно выходить в данной ситуации. БКБшик здесь никаких не намечается у Тим Ликвид, можно залетать, с Раскастой убивать ничуть ли не любого героя. И так же, буквально Хайта Роджера теперь не пошла атака к уроке. Ну, это так и сложно назвать, просто дал хукшот неточный, камень неточный, мажут, этот раз влипсать такси, с Котволд 2, между прочим, рядом, Эррол залетает также в никуда. Корки, большие проблемы, сэвить нужно как-то форстап дают и туда вообще развернулся у нас в итоге Баунти Хантер, разминкаш, на весла, оттолкнули от Волда Вауа прям в коге и делать очередной килл, шачло, даблкил, майнд контрол, пытается отступить, мотобумен, как через вэфирис мотался, допустят ли майнд контрол, большие вопросы. Форсиклоты, в принципе, могут сейчас его еще через мудрсмэш, нет, не подцепили уже. Ушел, и промазали. Раз уж оказались на нижней линии. Кроки там вроде бы неплохо так сделал, подловил, но его просветили хоть и промазали всем, но зачем-то команда вся смещалась на его подцеле. Мне это было странно, учитывая то, что вы там были вне позиции, потому что оппонент был на хайграунде, то есть вы с речки там явно драться не сможете. Сряд как бы на промахе флипсайда флипсайда снова оказались прям сильно в минусах после этого замеса. На Рошан теперь перемещаются, флипсайда тактик, залетает аэро, ну, должные, должные не с проблемами вообще-то в Рошана забирать. Там, конечно, видели, все прекрасно, тем ликвит стоит у них вард. Ну, а что они сделают? У них плески врыва на Рошана нет какого-то. Брошки, я хотел, может, забудь там блинтом, допустим, на хайграунт. Братки, это с обротушием так, где именно сейчас в Рошан. Ликвит, верхняя линия подталкивает джекерн-наут аккуратно, купил он собранник, между прочим. Ну, хоть что-то, конечно, пытает мотобо-мен взять. Он, конечно, как 9к игрок, как тащун в соло, примерно знает, как выбираться в таких ситуаций. Я уверен, что он не одну тысячу раз в таких ситуациях оказывалось, когда они страдают, когда его команда там фидит беспощадно на премьере. Вот он один герой с 9к должен тащить. прогол, потому что как бы два героя с 9к, цветом курета интересно стало. Два игра с 9к и, возможно, есть опыт тащить в соло, а когда у вас два по 9к, есть проблемы. Проблема здесь в том, что противник против них это не пабер, это полноценный коллектив, который уже давно вместе играет, напомню, с мая этого года. То есть уже какая-нибудь стабильность присутствует в составе. И они так просто не позволят мотобо-мен игру перевернуть. Фукшот в те время пошел от волду-пауров в секунду растоптали просто без шансов. Отличная инициация, подобрали момент. Ну и теперь ОД без байбека. Седой тут же активирует манта стайл. Можно пробивать тир-3. Роджер, в те временем, заходит справа, ставит вард. Майн-контролы видно. Майн-контролы расстреливают даже в спину. Пол-ХП он уже потерял. Старшторм очередный от Крэйзи Раскаст. Присталбек в спину от Седого. Куча урона. И в итоге погибает. Роджер идет дальше. Чуть не под фонтан, просто загоняет котла. Ну и пробивает благополучно в бараке. Присталбек также без файбека от Волт Вауэр не будет лечиться. 25 секунд. Ну я думаю, что он должен узнать, как играть в такие игры. Он знает, как это нужно делать. Он ТП не кастует, просто пушит Т2 вышку и решил только сейчас сместиться, когда страна уже мало. Вторая страна уже сейчас тоже пойдет и в принципе типа заводис. Ничего он бы там не сделал. Там тиммейты погибли. Врядин никак не спас. Так что правильно, что сплитпушил, собирал себя айтем, айтема Роджера пытаются взять Роджера. Таки убили, гем вывалился, но вразмен уже на две стороны. Флитсайд тактикс. Как нам мира классно заделия, потому что стоять так вот на ОД, который имеет Детворст там на уровне с виском фактически, стоять вот так вот прям на рампе и ловить лицо Хукшот и погибать это было очень глупо. А где ему стоять? Ну чуть подальше, а не прямо ну хотя бы за вышкой стоять. Или около вышки, а не перед вышкой. Ну против кого как бы это небезопасно. Ну там, если опять же никто не выходит на передовую, то просто с нижнего слоу-граунда до оранжера расстреливаться Роджера. пускай стоит нам танкует, он же жирный, мне там плайтмэйл уже кухня. Ну как тот не солодарь с этим моментом темликвит. Ну в итоге решились они двух сторон 32-13. А преимущество уже просто дичайше приписать тактикс, об этом мы говорим уже неоднократно не знаю с какой минуты, с 50-й минуты преимущество растет. От Волдувау идет вперед и к уроке впитывает в себя кукшот, хотя конечно же для Шачло цели номер один был попытка зацепить именно Миракла, но не удалось у нас есть у Шачло, так что настрал, залетает на все время Мирспи, тут же Фореста, кукшот теперь точный от Шачло на максимальной дистанции от Волдувауров вновь ловит, вновь убивает он вновь без байбэка и подъемных хайграунд 3 голых барака осталось у темликвит. То не миную его поражение. Да, первый барак упал, перетягивается на снос еще двух бараков по верхней линии, кукшот очередной от Шачло, мне слэш светово Манта Стайл, у меня слэш практически полностью уходит в молоко. Треки развешиваются, ой-ой-ой, Сезерил успел получить в лицо, а не со спины Майнд Контрол, чуть не отъехал сразу же, Магнатайз дальше, нужно оттягиваться, неплохие иллюминейты, но дэвид же маловато пока, если не хватает, залетает дальше Роджер, очередные хукшоты, старштормы, просто загоняют темликвит далеко под фонтан, вынуждая их писать те самые заветные две буквы, вот они, good game, well played, но действительно, good game, исполнение Flipside Tactics, первая карта, просто, просто на загляденье была, вот, чувствуете, что вынесли, жидкий, ну, жидкий, даже на самом-то деле, ну и, в принципе, шачло, очень жесткий, там, подверг, все с двенадцатыми днями, эмирана, которую ведут, так сильно, в начале, уроки под напряг, закончила игру со счетом 12-0-20, как бы, очень, и очень хорошо, нашли Flipside Tactics, судя по всему, свою стратегию, вот, играя через, там, Draw Ranger, через, вот, Tabus, хорошего урона, Crazy, соответственно, чувствую тебя хорошо уже на линии, более-менее, когда всегда раскачивается, плюс, отличные инициаторы, и в купе получаем вот такую вот, красивую игру в исполнении Flipside Tactics, ну, что ж, Team Liquid, в шаге от того, чтобы вылететь с этой квалификации, из очередной квалификации Flipside Tactics, в шаге от того, чтобы еще одно маленькое чудо сотворить, конечно, будет непросто, конечно же, будет тяжело играть против Team Secret, но, сперва еще нужно будет преодолеть Team Liquid, еще один.